итак вы наверняка уже у себя в голове построили свой будущий домик для того чтобы приступить уже непосредственно к разрезанию больших картонных листов мы должны построить маленький макет вашего будущего дома получился вот такой макетик выглядит это конечно сейчас очень ужасно цель моя была понять сколько материала уйдет на каждую стеночку и сколько сможет ли наш домик потом сложится в одну маленькую конструкцию значит раскладывается у меня будет вот таким образом по крайней мере я планирую сделать значит будет несколько игровых зон это будет одна игровая зона здесь я планирую делать шкафчик с полочками здесь у нас будет спальня то здесь будет стоять кровать здесь у нас будет стоять столик планирую сделать полочки и последняя игровая зона здесь я планирую сделать комнату для чаепитий здесь будет стоять столик стульчики также у меня сзади вот такой отдел в который будет ставлен короб с вещами которые не уместились в нашем доме собираться домик будет вот таким образом вот он будет крепиться на липучке это макет домика за счет того что мы сюда вставим короб у нас полностью закроется пространство такая же закрытая стенка будет у нас и с другой стороны то есть я планирую полностью сделать закрытый короб значит как и делает этот макет использовала обычный вот такой картон скрепляла и стеночки вот таким образом между собой вот так скрепить стеночки можно с помощью обычного скотча или же если у вас нет скотча вы можете отрезать вот такой есть бумаги и вот таким вот клеем пальчиковым намазать и так же само склеить приклеить сначала на одну сторону а потом на другую и будут замечательно сгибаться сейчас я покажу как мы это делаем мажем полоску прикладываем на одну сторону и на другую вот так теперь они прекрасно сделаются наши стеночки все это будет удобно сделать мысли бегут вперед дел поэтому лепится все это на скорую руку главное чтобы было понятно где что так как у меня постоянно длина моих стеночек сначала я планировала сделать такую зону потом я решила продлить ее так же само тут у меня была маленькая зона я решила увеличить для того чтобы определить сколько уйдет материала потом на комнатке я еще непосредственно обычной цепной бумагой определила количество комнат ну и в общем то пока все приступаем к самым главным в этом домике это шкафчик и кроватка с этого метра мы строим мы строим сначала шкаф а с другой стороны строим кроватку и будем вокруг вот этой основной зоны потом плясать достраивать стеночки ну в общем то следующее видео будет посвящено нашему шкафчику обязательно не забудьте посмотреть пока 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 пока